ВК-образование представляет? Новогоднее шоу, в котором эксперты экосистемы ВК подводят итоги года и говорят о технологиях. Привет, это Костя Сидорков, и прямо сейчас вы будете смотреть новогоднее шоу от ВК-образований. Тут вы узнаете не только все самые последние новости от компании ВК, но а также увидите крутых экспертов и узнаете, как же можно попасть в IT. Центральный маркетинг. Варвара Яффа. Варвара Яффа. Руководитель направления по взаимодействию с платформами и вендорами ВК. Вывела ВК на сцену Apple. Варвара, привет. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в нашей компании? Привет, Кость. Спасибо за приглашение. Я очень рада быть сегодня здесь. Мы работаем со всеми нашими бизнес-юнитами, неважно, будь то соцсеть, игры, мессенджеры, все приходят к нам. Потому что мой отдел отвечает за взаимодействие с платформами, мобильными платформами, Apple, Google, альтернативными сторами и, соответственно, за продвижение там. Поправляемся единой точкой входа для всех наших продуктов. Одним словом, мне кажется, без вашего отдела не могло бы существовать наших продуктов в смартфонах у всей огромной аудитории. Они бы не смогли быть туда доставлены. Ну, без ложной скромности, наверное, да. Расскажи, какое у тебя за время работы в твоей компании было самое большое достижение, яркое событие, в общем, которым ты, наверное, больше всего гордишься? Да, я, наверное, горжусь нашей общей работой, когда, ты представляешь, да, все ждут того самого K-ноута, все к экрану прислонились, вокруг всей земли люди и ждут презентации. Где Apple представляет свои новые продукты. Именно, именно. Все ждут, какие будут новые девайсы. Но ведь нужно презентовать новые девайсы, их техническую наполненность на каких-то продуктах. И вдруг на этих кадрах появляется наш продукт. То есть качество этого продукта демонстрируется на нашем сервисе, на нашей игре. Что это была за игра? Это наш мультиплеерный шутер War Robot. Вау. Версия Remaster. Да, ребята большие молодцы. Они проделали огромную титаническую работу в течение всего года. Мы плотно работали с платформой. Как результат, просто эпическое выступление, команды, показ, собственно, игры. Вот, конечно, скачивания взлетели просто этой ночью в небеса. Офигеть. Это огромный результат, безусловно. И, честно говоря, я удивлен, как вообще такая новость прошла мимо меня. Мне интересно, какой путь вы прошли, чтобы попасть, собственно, вообще в презентацию Apple. То есть есть ли какие-то простые механизмы? Или это была там какая-то работа на несколько лет в согласованиях и так далее? Потому что Apple, насколько я знаю, очень такая программа, которая просто так ничего нигде не пропустит. И мы иногда сами Рею в 40 ждем там месяцами. Как у вас весь процесс строился? Ты действительно очень правильно сказал. Я хотела бы тут, наверное, свою цитату, которую я с командой обсуждаю. Что мы строим на самом деле? Мы строим любовь с платформами. Если Дима строил, как я слышала, здесь счастье. Дима, Дима, счастье. У нас такое вот корпоративное стратегическое партнерство с обеими платформами. И действительно мы строим любовь. Потому что наши взаимоотношения никак не завязаны на деньгах напрямую. У нас нет контрактов, чтобы заплатить компании Apple или Google. Это достижение, конечно, благодаря команде Warobots, которые ежедневно задумываются о том, несмотря на то, что игра существует уже не первый день далеко, но проект растет, зарабатывают все больше и больше. Это была их инициатива, а не, например, по требованию платформы. И эта инициатива так понравилась, что они взяли этот кейс, версию Remastered, для того, чтобы продемонстрировать качество нового продукта. Тогда это был новый iPad, качество его графики, качество его технических возможностей, что он не тормозит даже на такой игре тяжеловесной, и очень хорошо себя демонстрирует, показывает. Варвара, скажи, пожалуйста, что все-таки вас к этому успеху привело? Потому что, ну, понятное дело, на конференцию Apple из российских приложений и вообще игр, мне кажется, ну, если попадали, то точно какие-то единицы. Вот простой совет или простой такой ревью, проделана работа, которая, уверен, там у вас заняла очень много времени. Это прежде всего, конечно, желание разработчиков сделать что-то особенное для своих пользователей, максимально улучшив графику, максимально улучшив качество, максимально сделав так, чтобы игра быстро играла с ним, без торможения, и, соответственно, доставляла полное удовольствие пользователям. Дать возможность понять, в чем же действительно особенность этой фичи, что мы развиваем, до какого уровня мы хотим дойти в качестве, и мы получали рекомендации. И ребята действительно не знали, как итог, что они будут на кейноуте. То есть это не было целью, к которой они шли, а не просто хотели улучшить качество. Это нужно понимать. Если ты полностью погружен в свое дело, ты фанат, ты хочешь сделать по максимуму все, то это, поверьте, оценится. И мы видим, как результат, это действительно принятие благодарности со стороны нашего партнера, компании Apple, и это кейноут. Поэтому это тоже в ту же копилочку. И мы добились очень хороших результатов в этом году. Тем более мы смогли их теперь атрибуцировать. Мы знаем, сколько мы приносим, мы можем это показывать на отчетах. Поэтому все welcome к нам теперь еще и за поддержкой АСО. И все-таки, как можно быстро пройти ревью в AppStory? Мне кажется, это вопрос, который волнует многих наших зрителей, многих, кто разрабатывает приложение. Вот можешь ли ты дать какой-то классный и полезный совет? Да, безусловно, могу. Читайте гайдлайны. Это всегда остается верным. Не надо нарушать, обходить платежки. Нужно платить через Инапы, если, соответственно, такие платежи есть. Если подписка, это должен быть тоже через Инапа оформленная. А если это такси, то обязательно надо делать через Apple Pay, например, или Google Pay подключать. За это не требуется комиссия. У многих тут тоже есть некий стереотип, что почему-то там есть комиссия. Вот. И, безусловно, никаких голых дам, полуоткрытых, вот, и всяких неприличных картинок. Это залог успеха. Как Инстаграм проходит ревью? Я не понимаю, если честно. Каждого гостя я сегодня спрашиваю. Очень коротко подвести какие-то итоги этого года. Какой бы, может, у тебя, у твоей команды был самый классный запуск, самое высокое место в каком-нибудь рейтинге, сторе и так далее. Ну и чем планируете удивлять в следующем году? Я думаю, что достижением в этом году стало, безусловно, еще большее стратегическое сотрудничество с компаниями Apple и Google, потому что мы заключили хорошие контракты, которые позволили нам снизить комиссии для наших продуктов. Это минуточку с 30% снизилось до 10%. Вау, это очень... Это очень хороший результат. Маленькая ремарка для тех, кто не понимает, что скоро берут комиссию с каждой покупки, даже, например, если ты оформляешь подписку в каком-то приложении, то 30%... Чарджится в сторону платформы. Да, так и есть. Поэтому действительно вот эта наша планомерная ежегодная и day-by-day работа, она приводит к действительно бизнес-результатам. Круто. И уже не говоря о том, что действительно мы очень рады, как итог тоже этого года, можно подводя, сказать, что платформы в целом идут в сторону разработчиков. Это уже видно. Компании Apple и Google снижали комиссии для маленьких разработчиков в этом году и для больших разработчиков, давая им комиссии, давая им бонусы в этом году. Потому что весь год, конечно, пандемийный ударил по бизнесу, малому, среднему и большому. И поэтому платформы пошли навстречу. Я считаю, что это очень хороший поступок, это хороший результат. И мы обрадовали наши команды, когда вместе объявили о таких переменах. Но в следующем году будет 5%? Или может меньше? А как же будет жить самые дорогие компании? Судя по ценам акций Apple последний месяц, ну, им будет на что жить, если честно. У них там, по-моему, к трем ярдам уже капитализация близится. Поэтому я бы так и не это. Ну, слушай, сейчас идут процессы же. Ты же тоже знаешь про Epic Games и Apple. Ужесточенная борьба идет. Все читают про эти новости, суды. Чем же это закончится? Все читают как детектив и ждут этих результатов. Ну, а у нас? Вот если у тебя что-то, ты можешь такую занавесочку приоткрыть, сказать, ну, мы там это, это, это будем делать. Пока не могу сказать с точки зрения платформы, но могу сказать, что я в этом году приросла еще одним отделом. Я в моей команде прибавление, так скажем. Мы теперь занимаемся АСО еще. Это тоже Absorb Optimization. Сейчас было сложно, подожди. Сейчас было сложно, да. Это про то, это тоже взаимодействие со сторами, но мы помогаем нашим командам оптимизировать иконки, изображения, графическую, текстовую часть. И, соответственно, улучшать органику, повышать реги, которые приходят в органику. Варвара, если смотреть на следующий год, то маркетологу, который собирается также работать, например, со сторами, куда лучше податься? Ну, понятно, что Apple, Google, может, нужно обратить внимание на какие-то новые рынки. Можешь чуть подробнее об этом рассказать? Я, наверное, все-таки в рамках своей специфики останусь, занимаясь сторами и альтернативными сторами. Я бы посоветовала посмотреть в сторону альтернативных сторов. Это, соответственно, сейчас Samsung Galaxy, Huawei, Mi Store. И подтянуть, видимо, китайский язык. Может быть, и подтянуть китайский язык, но это все не обязательно. Можно просто выкладывать альтернативные сторы. И если вы не чувствуете пока силу и хотите потестить себя и боитесь идти сразу в основные мобильные стороны, можно попробовать альтернативные. Там вы будете, конечно, зарабатывать намного меньше, но вы почувствуете сразу, как пользователи к вам относятся. Там люди есть. Samsung – это одна из самых платящих аудиторий, особенно в США. Мы тоже там работаем и видим это. Поэтому можно попробовать там, посмотреть на результаты, и уже набравшись опыта, идти в основные мобильные стороны, где вы будете зарабатывать все основные бюджеты. Ну, слушай, звучит как план. Точно. Ну что, Варвара, выпьем тогда зареди и органику. И зареди в органику. Как там было? Да, и чтобы было больше и больше. Давай, с наступающим Новым Годом. С наступающим. Субтитры делал DimaTorzok